Не любит никто и прыщи, да? Замкнутый круг получается. Поэтому самооборона в чем? Если рассказать такой случай, мы же не знаем, как со стороны это выглядит. Ты, допустим, человеку что-то сказал, он расстроился и пошел повесился, скажем так, да? Ну, или убился. И ты потом чувствовал вины у тебя, да? Или, допустим, он на тебя наехал, но, а ты в силу своей доброты сказал, блин, ну... И он почувствовал, что это твоя слабость. То есть не одуплился, скажем так, и подумал, что доброту принял за слабость. И тогда он начинает эгоизм у него еще больше борзеть, да, допустим? И еще больше. И потом, когда он думает, что он уже как бы вообще монстр такой, да? И его сжирают, ну, как бы сжирают, уничтожают, ну, как бы съедают. Ну, какое-нибудь слово травмируют. Побеждают. Побеждают. Ну, найдите. Он говорит, как так? Это же не может быть. Он прикидывался ягненком. Да он никогда не был ягненком. Просто выглядит так. Белым, пушистым. Шерсть блестит, лоснится, скажем так. Потому что клют чай, а не водку, скажем так. Понимаешь о чем? И вот мне очень понравилось. Айкидо, да, допустим? И как это выглядит? Ты мастер? Да, я мастер айкидо. Нападайте на меня. Я должен так, чтобы вас не травмировать, как бы, да? Победить. Да. Ты провел действие, я тебя не... У меня такой случай был. Вот в секцию карате я загрузился, допустим. Говорят. Там, допустим, да? Ну, я быстро раз в голове пробрался, ее взял, приподнял. Ну, все. Нету головы уже у человека. Но человеку не больно. Ну, потому что, как бы, аккуратно. Ну, не открутил я голову, но я ее открутил. Но ты уже, как бы, около нее. Не около нее, я уже ее открутил бы. Если бы была боевая обстановка. Да. И получается, что он молодой, да. Он, как бы, не почувствовал ничего, степень ответственности. То есть, не осознал полностью. И снова, допустим, все прекратилось. Давай второй раунд. Но второй раунд, он же, как бы, еще более агрессивный. Начинает меня бить. Мне же тоже больно, скажем так. И мы скатываемся вот в это. То есть, но потом я же объяснил. Ну, ты же уже все. Ты умер. Ты проиграл. Ну, просто тебе дали возможность. И как это, вот как эта проблема решается, да. Допустим. Берется мастер. Берется молодой парень, да. И говорит, допустим, нападай на меня. Ну, если он учиться пришел. В этом контексте. Мне очень понравилось. И тогда, если мастер, ты сделал движение. Тебе по лбу хлоп. У тебя бах шишка. Ты опять не осознал. Ты опять начинаешь нападать. Тебе опять по лбу бум. У тебя там другая шишка. Третья, четвертая. И на пятой шишке ты начинаешь понимать. Ну, его нафиг. Говоришь. Все, спасибо. Я больше не хочу. Но если делать по-другому, допустим. Ты нападаешь, а тебе ничего. Возникает эгоизм, безнаказанность. И она ведет к разрушению. Потому что ты не по одной шишке получал, а сразу тебе в голову размозжили. Ну, понимаете о чем? Но здесь в контексте опять. Дозированная обратная связь с шишками, да? Молодец, да. И тогда... Пятерка. Пятерка, да. Происходит процесс обучения. Так же я с тренером. Он уворачивается, он меня в ответ не отвечает. Но рано или поздно я ему по носу попал. Ну, как бы... Ну, в любом случае, ты не можешь бесконечно там уворачивать. Тебе нужно... Ну, ладно, еще один случай. Я Роме, кстати, Георгиевичу так же сказал. То есть, ты сделал шаг, я должен его в корне. Но, допустим, если я супер-мега-мастер, я дозволяю тебе делать количество каких-то шагов. Но, если я вообще супер-крутой, я могу прекратить вот наше... Вот в любой момент, скажем так. Но вопрос, цена этого момента для тебя. Разрушит ли твою психику это? Или разрушит ли вообще твое тело, понимаешь? Но здесь есть еще обратная сторона. Вот вы говорите сейчас об учителе, который так или иначе может прекратить... А любой... А я, например, если говорить об ученике, допустим. Правильно. Но любой нам учитель. Мы должны быть всегда учениками. Тогда мы не будем бронзоветь. Но если ты сказал, я учитель, я крутой, тебя жизнь так отпрессует... Ну да, ты вот просто... Нет, об учителе тоже я хотел сказать. Получается, что ты можешь думать о том, что ты крутой, а в данном случае ты окажешься не крутой. И поэтому, например, если идти к категории самозащиты... Вот нет, опять, не думать. Ты есть такой. Ты вот понимаешь? Не думай ни о себе, а ты уже такой. Вот ты просто такой. Вот есть, например, все относительно в материальном мире. То есть, на чемпионате вот этого двора можно стать чемпионом. А на чемпионате, условно говоря, трех соседних дворов ты будешь третьим. Вы пока говорите, я сейчас подойду. То есть, получается, относительно... Закрывать дверь, которая только не... Нет, тут дверь закрыл. Да, да, я закрыл. Я сейчас хочу там немножко... Запах придать такой, чтобы она немножко ожила. То есть, если говорить об относительности, то получается, что... Вот, видишь, ты молодец. Ты не стал за нас решать, скажем так. Это уже внутренняя наша ответственность. А что я знаю? Я сделал все, что мог. И поэтому у тебя не возникает чувство вины. Ты делаешь на каждом этапе все, что можешь. И тогда ты это благополучно принимаешь. Но если ты не сделал все, что мог, тогда ты начинаешь вот это в голове говно мешать, скажем так. Я этим тоже занимался много лет, скажем так. Я говорю, а почему, а как, а что, кто сказал, а кто что сделал. И бесполезно спрашивать человека, почему он это сделал. Он может и сам тебе на этот вопрос не ответить. Тебе, ну, некоторые вопросы, на них не надо отвечать. И ответ не надо знать. Почему? Ну, сделал как смог. Мне так понравилось. Как бы, я так окна помыл. Молодец. Ну, так херово получилось. Ну, как смог. В следующий раз помоешь лучше. Ну, в контексте самообороны, если ты вышел с минимальной, от задачи зависеть, что ты хочешь. Допустим, у нас с тобой конфликт, да? Ты там, я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Ты мне сказал, да пошел ты там. Ну, и пошел ты. Нет конфликта, я его там погасил, скажем так. Но иногда я не могу уйти, допустим. Или я тебя отвлеку. Ну, обычно это на дороге случается. У кого машина куча, там. Ты же не знаешь, кто в машине едет. Это мы тоже там разбираем. Но дело не в этом. Что я хочу? Поставить тебе два фингала. Добиться от тебя признания, что ты, да, там неправ. Ты можешь прикинуться, что неправ. Я уйду с чувством раздутого эгоизма, скажем так. Или вопрос стоит уже о жизни и смерти, как бы. Почему он так стоит? Потому что, допустим, здесь безопасная, да, ситуация. Но фиг его узнать, допустим. Я как учил. Ролики в интернете тоже есть. Сидят в кафе, да, допустим. Ну, вот мы сидим, да. И приходит человек, да. Вот к вопросу стоит. Да подожди, да. Это мне для этого нужно. Для учебного процесса. Да, это учебное пособие. И приходит человек, вот мы разговариваем, да. Он не высказывает никак своих этих намерений. Но он берет раз, я бы мог перевернуть, два, а я третий. Если я такой, этого убили, этого убили, и меня тоже. Но если я в моменте, то он не должен вообще даже приблизиться. Вот в идеале. Ну, хорошим, вы взяли ножик. Я взял ножик. Рома, что должен был сделать? Это уже не нормально. Да. Рома, что должен был сделать? Отойди сюда должен. Нет. Отойти не надо. Если я протяну, он должен был хотя бы что-нибудь подставить. То есть не дать себя коснуться, скажем так. Или он не был убедительный сказать, Влад, блин, ну тебя нахер. Ну, он уже так сказал. Но он не был убедительный, я тебе говорю. Я его нахер вообще просто не услышал. Понимаешь, о чем? А он бы сказал, нет, Влад, чут, чут, все, все. Продолжаем разговор. Не игрушку на жилье. Понимаешь, вот мы говорим, самозащита, самооборона. В чем она заключается? Вот в моменте. Ты, как это, здесь просрал, здесь просрал. Я сделал самозащиту. А вот если бы я сделал самооборону, то вот после того, как я дотронся до твоей руки, и ты бы сказал, нет, это просто как инструмент. Я бы уже не дотрагивался. Следующее мое действие. Правильно. Отключить тебя, молниеноса, давай, с удовольствием в руке. Да, а потом раз покормили, вы отпоили. А я бы, да, блин, а что вы сделали? Они говорят, мы тебя воспитывали. Зачем ножом взяли? Да, да, да. Резать же нечего было. Ломается. Кольцо ломается. Ну, все, зубов не хватает. Ну, здорово же. Вот сейчас мы, раз, вот эта ситуация, вроде, так напряжение есть, и оно, бух, высвобождается, вот эта энергия. И мы, ух ты, здорово, да, там, а как оно нагнетается? Чувствуешь же, ну, как бы поле, допустим, ну, агрессия, как оно? А вот пространство прямо уплотняется. Мы же были в этих ситуациях, но кто-то в спортивных, там, кто-то в реальных, там, ситуациях. Допустим, можно вообще в просаг попасть? В Чечню, когда я ездил, вот эти танкисты, да, у них там вот руки сбитые, да? И я такой, приехал, герой, да, ребята, у вас руки, надо кремом мазать. Ай-ё, на тот, говорит, голову бы уберечь, а я, ой, я был неправ, простите, говорю. Ну, то есть, представляешь, как они на меня посмотрели? Хотя я с добрыми намерениями, что надо беречь, как бы, ну, вы понимаете, вы что творите со своими руками, надо, ногти там. Ну, понимаете, от ситуации же зависит. Тут вы бушку уберечь, вы хер бы с ним суками. Ну, опять, мы должны, самозащит, какой уровень? То есть, и мы возвращаемся к чему? Уровень своих границ. То есть, какие твои границы? Ты защищаешь себя, ну, какой-то свой эгоизм там, ты защищаешь там близких своих, ты защищаешь свою страну, понимаешь? Ты защищаешь вообще все человечество. Ну, как правильно говоришь? Ты чемпион двора, чемпион улицы. Это все мне понятно, я просто не мог тогда ответить. Все занимаются, допустим, каким-нибудь патриотизмом, да? Вы что делаете? Мы патриотизмом занимаемся. А ты что? И я патриотизм. Да мы им уже занимаемся. Отлично. Я не мог найти на это вопрос-ответ. То есть, в школе занимаются, да? Допустим, это школьный уровень. Потом, есть городской уровень, да? Есть областной уровень, да? Есть федеральный. Есть международный уровень. И вот вопрос, на каком-то уровне. Так же, как соревнования. Есть сыновь инглора. Смотря на каком-то уровне. И к чему ты идешь. Но, опять, мне нравится концепция, что мы, вот, люди, принадлежим к одному виду. Да? Виду. И поэтому, если ты здоровый, ты здоровый. Я здоровый. Не надо мне тебя лечить. Тебя не надо лечить. Не надо... Я могу лечить только себя. Ну, если я там не врач профессиональный. Ну, с врачами тоже там отдельная история. И тогда, если я здоров, ты здоров, то общество само здоровое. И мне не надо становиться тобой. Не надо тобой. Мне надо научиться быть самому собой. Ну, стать счастливым человеком. Ну, счастье тоже такое. Но на самом деле, ведь цель жизни именно... Мы не знаем. Есть цель жизни. Это твоя. Безусловно, каждый выбирает, но... Это же такой вопрос, не имеющий ответа. Человеческое имеющее. Человеческое это же вид. 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 И у человека есть, в отличие от животного, некое... Нету. Есть. Так у чего? Сознание. А в чем оно выражается? Выражается в том, что у человека есть возможность осознать то, что его органы чувств не могут ощутить, да? И спросить у авторитетной личности, почему. И спросить. То есть, задать вопрос. Задать вопрос. Это отличает человека от... Ну, это как бы одна из интерпретаций, что отличает человека... Ну, что, они тоже общаются с птицами. Нет, вопрос, почему. И вопрос, почему человек может задать и узнать. Что? Узнать то, что он не знает на сейчас. Вот, например, мы не знаем... А что ты не знаешь? Ну, что-то мы не знаем. Вот вопрос, вы говорите, что не существует цель жизни. Или, например, другими словами. Нет. Я не знаю цель жизни, и я знаю, что... Вопрос не имеет ответа. Имеет. Какой? Вы задаете вопрос, вот этот вас отличает от животного. Что они не задают вопрос? Вы можете задать вопрос. Просто здесь момент такой, что кому еще вы задаете вопрос? Если вы задаете вопрос человеку по уровню, например... Находящемуся на школьном этапе. Находящийся в три типа отношений. Да, вот как ведическая культура говорит, три типа отношений. Есть равные отношения, есть старший-младший, есть старший-младший. Хорошо. Мы допустили маленькую ошибку. Сейчас маленькая пауза, ты запомни, на чем ты остановился. Мы допустили ошибку. Мы изначально в нашей беседе не определили уровень наших отношений. На каком уровне? Мы как бы здесь на одном уровне, или кто-то из нас старший, кто-то младший? Понимаешь, как бы, здесь опять же, исходя из той позиции, которую мы несем. Допустим, например, ты выше уровнем и физическим, и уровнем сознания, но ты смиренный человек. И ты говоришь, ребята, я младше вас всех. Хотя, на самом деле, ты старше нас. Мы должны говорить... Обманешь? Мы должны говорить, учитель Романа Георгиевича. Ну, я ультрирую, да? А может быть и нет. Мы должны сказать, о, Роман Георгиевич, мы слушаем. Он же ведущий, он растет. Да, да. А я, говорит, я тему поменял. Да, надо подстраиваться. Если серьезно, конечно, можно предполагать, что мы как бы на одном уровне возраста, социального, да, там, допустим, физического. Под вид мужчины, да? Мужчины, да, в основном говоря. То есть, можно предполагать. Но, на самом деле, это опять, исходя из уровня сознания каждого, да? То есть, мы можем быть выше, но, исходя из уровня смирения, как раз, почему мы выше? Потому что уровень смирения, как бы, высокий. И мы говорим, ну, там, как бы, я слушаю, я учил. То есть, вот... Классно. Смотри, в контексте самообороны. То есть, человек может опасность не распознать, скажем так. Но если он знает, какие границы, вот свои, внутренние, да, за какие он не может допускать никого. Ну, то есть, это его степень ответственности. Но иногда он добровольно может допускать кого-то, ну, мужчину, женщину. Женщина туда поселяется, внутренние границы, и потом его разрывает на части. И он потом страдает очень. Это близкие отношения, это близкость. Ну, кого-то там. Это, ну, как бы, зависимость. Ну, сейчас же поэтому везде. Держите дистанцию полтора метра. Да, материзовалось. А еще и маску одеть, чтобы не понял, это мужчина или женщина перед тобой. Еще кончатки. Маникюра. Да, полностью заблудировались. Сука, да, мира откликнулся на запрос. Да. Да, поэтому, почему он, как бы... Да, про степень опасности. Потому что я же говорю, вот как, что ты думаешь, что это безопасно, да? Ну, как вот мошенники, да, они там... Они хорошо одеты, да, и ты о них не подумаешь. То есть... Ну, никак. Да, это такое есть. Ну, есть же, да? Или... Это, ну, карманники, да, допустим, как... Почему я так говорю, на одну там ученицу нападали, она его избила, правда. Он говорит, ну, я же тебе отдал кошелек, а свой. Ну, я же ты отдал, а свой. Ну, тоже тот карманник, а это грабеж уже. Нет, это, как бы, компенсация. Компенсация, ущерба. Тогда давайте так, смотрите. Баня уже подошла, так сказать, подогревая. А мы, а в основном, нет, да? Но мы до сих пор пока не все-таки... А что бы ты хотел услышать? Определение. Мы все опять, видишь, у нас в основном идет самооборона. Давай, самозащита, самооборона. Одно и то же? Или все-таки есть вот на сегодня? Все одно и то же. Одно и то же? Да я понял, что ты хочешь мне сказать. Я тебя понял, что там, самозащита, ты просто защищаешься, а самообороняешься, значит, что у тебя элементы еще воспитательного процесса к агрессору есть. Правильно? Вот это очень момент. То есть, самооборона, это защита с последующим воспитательным моментом. Помимо этого, когда он будет лежать в травматологии, это будет воспитательный момент? Ну, да. Ну, опять-таки, воспитательный момент, все зависит от уровня... От уровня... Его просьбы. Как он просил технику. Во-первых, твоей... Абдул можно нажать, или он горячий. ...эргоизма, от уровня твоей нравственности и так далее. И на каком этапе ты уже? Школьный уровень, городской и так далее. Это вот, знаешь, как мир-то многогранный, правильно? Он же многогранен, и поэтому много граней. И нельзя так делить. Это черное-белое, потому что есть радуга у нас. Правильно? Правильно. Не надо было. И тогда, да, получается, что... Почему? Я ему только сказал, а он у меня там дубиной по голове, понимаешь? Ну, как бы, разные уровни, разные дистанции, скажем так. В зависимости от цели, что ты хочешь. Кто-то, наоборот, нападает и прикрывается тем, что он тебя учит. Но вот мы сейчас, смотри, мы... Вот сейчас я еще хочу, извини, что перебиваю. Мы сейчас все вокруг да около межличностных отношений человека к человеку. Это самая основа, Ром. Подожди. Потому что мы от животных отличаемся. А нам не надо? Не надо. Подожди. А нам не надо? Не надо. Ром, не надо. Настройки случаев были, не было бы. Не надо. Не надо. Не надо. Вот чем мы отличаемся? Что у нас есть отношения и отношения. Вот и все. И вот эти две составляющие. И все. Все просто. Зачем ты себя усложняешь? Я не усложняю. А что ты делаешь? Беду. Диалог. Диалог. Да ты... Мы тебе не нужны, я в войну. Мы в войну. Я хотел... Нет. У меня бывают такие мысли, как бы начать диалог с самим собой. И это самая важная мысль. Не оставляй ее. Да? Конечно. А ты поймешь, кто ты, допустим. И кто ты? Ты... Я мужчина. Или я тело там. Да? Или я там... Я муж там. Или я отец. Понимаешь? Это все роли. А вот это центральное я, как только ты его найдешь, вот это самое главное, кто с кем договаривается. Как ты говоришь, я учитель. Да? Ну, как бы роли мы накидываем. А если ты будешь центральное, что ты вот кто? Я вот созерцаю. А если он зашел в тупик, и он не понимает, и он бьется, как рыба об лед, и он не может пройти уровень своего уровня сознания выше подняться. Не может. Нужен учитель. Сто процентов. Нужен авторитет. Сто процентов. И он появится. А появится он только тогда, когда у тебя будет на это запрос. Иначе он меня просто не услышит. Я, допустим, появился в его жизни. Он скажет, ты что бредишь? Да. Вот и появляется. То есть, у меня должен появиться запрос. А почему? Потому что у меня начинает появляться... Потребность. Потребность, понятно. Но. А не есть ли это самозащита моя? Нет. Это саморазвитие. Саморазвитие, то ты скажешь, ну нафиг я все знаю. Ты защитишь свою психику. А если ты будешь выходить в зону дискомфорта, и будешь... Не надо выходить ни в какую зону. Это вот опять ловушка. Саморазвитие, оно в какой-то снять нервниче. Это выход из... Зачем тебе выходить? Тебе надо сначала в зону комфорта войти. Мы и так в турбулентности находимся. Ты о чем говоришь-то? Это вот опять стереотип. Как эти американцы, допустим, бизнес-тренеры говорят, надо выйти из зоны комфорта. Объясни это мужику, который живет на Крайнем Севере, там минус 40. Типа, выйди из зоны комфорта. Ни в коем случае. Но нужно создать свою зону комфорта и ее потихоньку расширять. Куда тебе выходить? Это безумие. Поэтому безумие творится. Что все куда-то выходят, сами себя, сами себя преодолевают. Себя невозможно победить. Да просто невозможно. Хорошая мысль. Себя невозможно победить. Как с собой бороться? Себя можно только самосовершенствовать. Пересобрать можно, скажем так. Кстати, по поводу самопобедить. Знаешь, как многие такие есть умозаключения, учители и так далее, говорят так. Борьба с самим собой. Надо бороться. Борись с самим собой, со своими страхами. То есть, получается, как бы, вводят, может быть, заложить за этим. То есть, человека заставляют проводить внутри себя войну. Да. Подожди. А не лучше ли сказать так? Не борись с самим собой. А как? Делай то, что можешь. Делай то, что можешь. Вот как ты говорил про окна помыть или что-то такое. Я сделал то, что можешь. То есть, ты повышаешь свой уровень, понимаешь? Не бороться с самим собой, а повышать свой уровень на всех областях. Областях. Зону своего роста. Подожди. Вот смотри. Если говорить о материальном мире, он инерционен. Если оставить себя самим собой, то ты будешь не повышать свой уровень, а понижать. Ну и что, так и есть. Понижать свой уровень будешь. А для того, чтобы свой уровень повысить, должно быть усилие воли. Конечно. Усилие воли, но это не значит, что я должен бороться с собой. А как по-другому? Воля. Проявление воли. Да нету ее. Есть. Подожди. Проявление воли это по-собой. Вот я сегодня утром побежал. И? Побежал. И что? Я знаю, что мне нужно бегать, потому что... Но бегать вообще вредно. Нет, нет, нет. Вот в данном случае мне нужно пробежаться. Я себе доказал, что это мне полезно. Я хорошо себя чувствую. А когда в следующий раз побежишь? Завтра. Утром. А потом? Завтра. А вчера? Вчера бегал. Беда. Он в опасности. Он спасает меня. И вот я знаю, он ищет тебя. Я его сына спрашивал, сын, там дождик. Он, да, пап, он выходил раньше меня. Я говорю, ты позвони, там сильный дождь. Он мне звонит. Да, пап, дождик идет. Я говорю, ну, сильный. Он говорит, ну, вроде не сильный. Я говорю, но если не очень хочется. Он говорит, ну, если очень хочется, то не сильный. Понимаешь? И вот маленькое колебание есть. И вот нужен шаг вперед, чтобы побежать. Это вот я уступил. Это не борьба с собой. Это принятие наиболее верного решения для тебя в данной ситуации. Более трудного. Вначале... Но это не борьба. А зачем бороться тебе самим с собой? Вначале трудно. Зачем тебе нападать на себя, чтобы потом... Ну, борьба, это же как бы есть борьба. Почему вот, парень, мы возвращаемся скоро к твоей теме. Зачем делать потом внутри себя и самооборону, самозащиту? Спасибо. Спасибо.